Привет всем! Сегодня с вами Лидия. Я, Дубиш. Ну и опять же, по наущению моего продюсера-режиссера, дочери Дашеньки, она вот мне порекомендовала, я начала говорить о прочитанном, порекомендовала, так сказать, вдруг это будет интересно нашим подписчикам и прочим эта тема. А тема такая эзотерическая, будем говорить, или даже не знаю, о прародине и человечестве. Вот ни больше, ни меньше, да. Про родину и человечество. И вот, значит, я много читала об этом, статей, книг, вот эти гипотезы, откуда мы, как мы пришли на Землю, как развивались и так далее, откуда мы вышли, так сказать. Речь сегодня пойдет о гипербореи. Ну, наверняка многие слышали, где-то краем глаза, краем ухо слышали об этой самой гипербореи. Так сказать, легендарный материк, затонувший во время последнего всемирного катаклизма много тысячелетий назад. Вот, я тоже читала и о карте Герарда Меркатора, или Меркатора с ударениями «Вечная проблема». Вот, удивительная и загадочная карта, то есть она была составлена много-много веков назад, когда еще и Колумб не открывал Америки, и Индия была не открыта, и вообще как бы ничего. И там нанесены, будем говорить так, сегодняшние контуры всех материков, и Америки, и Северной, и Южной, и Австралии, и прочее, прочее. В том числе и Северный, и Южный полюса, то есть Арктика и Антарктида. Так вот, если, например, говорить о древних письменных источниках, то Страбонгера, Дот и другие античные историки, но они по меркам историческим достаточно недавно жили, всего лишь там 2-3-4 тысячи лет. Вот, и географы вот те вот древние действительно описывали в своих работах территории за северным ветром, Борея, иначе он называется. А понятие Гиперборея в греческом языке на самом деле обозначает место, где очень сильный северный ветер. И вот в греко-рименской мифологии Бог Аполлон также ежегодно летал в Гиперборею и доставлял к Средиземному морю жертвенные подарки гиперборейцев, то есть гостиницы, гостиницы земляка. Вот, и... И... Значит, можно считать, это масса источников и письменных, в том числе, ну, не наших северных, в основном из устны. Мы говорим о индийских сохранившихся письменных источниках, о том, о богах, об оружии и так далее и тому подобное. Вот. Так вот, действительно ли человечество, вот, прародина его, вот это и самое Гиперборея? А это Северный полюс, немного ли мало. Значит, по древнему языке, значит, Северный Ледовитый океан назывался Срединным морем. И когда его покрыл пласт льда, диаметром аж 6 тысяч километров, люди спешно двинулись от Срединного моря во все стороны Земли, скатываясь, так сказать, понятное дело, к югу, потому что ледник наступал, сами понимаете, что все это срезается буквально как ножом многокометровым. Ничего не остается абсолютно. Что-то послужило причиной вот этого оледенения. Трудно сказать. То ли это космическая какая-то катастрофа, то есть метеор, то ли какие-то глубинные земные процессы. Здесь можно только гадать. И выдвигать разного рода гипотезы. Такое, значит, двигаясь к югу несколькими такими ветвями, будем говорить так, и будущее майя, инки, перуанцы, мексиканцы, они продвигались на юг по территории Северной Америки. А современное северное побережье России разделяется с Уральскими горами. Эту картографию, конечно, знают и представляются. Так вот, после наката льда население Гиперболея, справа от Уральских гор, пошло на юг в сторону Алтая, Китая и Индии. А тут, сюда, по Сибири. Казахстана тогда еще не было, там было соленое болото. Вот, и по ходу движения продолжалось оно почти 4 тысячи лет. То есть они одномоментно побежали, и все, тут, конечно, много погибло народа. А вот те, значит, которые двинулись бегом, спешно на юг, пока их настиг ледник, они, значит, вот разделились. И вот в течение вот этих 4 тысяч лет суперэтнос разделился. Так появились народ Герман, народ Ниппон, японцы. Так они назывались. Так появились Арии. Ну, это грубое, конечно, деление, это только для понимания сути, так сказать, этого раздела. Будущие германцы осели в лесостепной зоне от Байкала до Чайбинского прохода. А Ниппон и Понцы осели в Китае. Арии прошли дальше и стали владыками Индии. Народы, что жили по эту сторону Уральских гор, в европейской части, так сказать, носили в общее название Венедин, большой буквы. Иначе переводится «созданная из Вены Бога». Вспомните, огромная Новгородская республика создана Венедами. Расстеление по Европе привело, например, к тому, что появился город Венедия, скобочка, как Венекия, Венеция. Нынешнее Средиземное море, самый южный, так сказать, район, до которого продвинулись Венеды в Европе. Потому что на следующем двигались их кровные родственники Арии. Ну и получается, что все население от Японии до Скандинавии это бывшие гиперборейцы, так сказать. И об этом, как говорит, как раз это я ознакомилась со статьей Владимира Дегтярева. Я много его читала. Это известный ученый-лингвист, палеоисторик, писатель. Он исходит из топонимики, прежде всего, то есть название местности, как это на древних, на каком древнем языке, что это означает и так далее. И, значит, об этом, он говорит, можно рассказывать буквально многое-многое-многое, как происходило вот это вот расселение. С севера пришли Арии, русы, вернее, отсюда, а с севера Венеды, славяне. А сбоку через Южный Урал в Европу вошли татары. Ну, монголов тогда не было, то есть они просто узкие глаза, кривые ноги, вот и все. И в древних писемных источниках такие исторические хроники, как «Младшая и Старшая Эда», я вот впервые об этом услышала, что за источник. Ну, «Сага о Нибелунгах», понятно, об этом тоже много, многие слышали поэма «Абея Вульфи» и так далее. То есть все они повествуют о том, как после всемирного потопа вновь формировались народы, верования, обряды и обычаи. Все это, конечно, на протяжении 15 тысяч лет, со временем этого оледенения, движения ледника, понятное дело, менялось. Возьмите по историческим меркам, даже сотни лет назад люди были совершенно иные, язык был иной, и верование. А если уж возьмем какие-то там полторы-две тысячи лет, так и вовсе все по-другому. То есть все течет, все изменяется, и язык, и верование, и обряды, и обычаи и так далее. Ну вот, например, на Русском Севере, он говорит, сохранились образцы вышивки на тканях, которые рисунками показывают про всю космогонию Венедов. Ну, например, вот если проехать по городам Скандинавии, а точнее по музеям в Западной Европе, то можно найти массу артефактов подобного рода, но почему-то ученые предпочитают датировать их там двумя-трумя тысячелетиями, и никак не позже. Для этого может быть масса причин, то бишь непринятие той или иной гипотезы, консервативность там и так далее, и так подобное. Вот, например, современный город, он говорит, Лабыцнанги, это ханты-мансийский округ, что стоит при впадении реки Об в Обскую Губу, он располагается на месте древнего допотопного города. Об этом говорят сами ханты-мансии. Пришли туда их далекие предки, и там стоит разрушенный город, стекло под ногами валяется и так далее. Есть вот в польске город Гданск, тоже слышали, да, иначе Гыданск, на побережье Балтийского моря. В Западной Сибири есть морской залив Гыданский, рядом есть горная гряда Гыданская. Это не совпадение, люди раньше постоянно двигались, понятно, по речным и прибрежным путям. Вот простой пример он говорит. Понятие Нор, Нор, означает Нора, пещера, туннель. А есть народность, послушайте, Норвег. Понятно, о чем я? Норвегия. Что переводится как туннель полубога. Там находится туннель, который простирается от Норвегии до Чукотки. Северный Урал называется Нор. Вот так. Не от того, что там холод, а от того, что там уйма пещер и туннелей. Вот он говорит о том, что староверы много чего знали, то есть они как-то сохранили вот эти вот изустные предания. Вы знаете, что они и старинные книги хранили, как Зеницовка, и при преследовании таскали их за собой везде и всюду. Вот. Они искали вот, так сказать, белые воды, тоже об этом слышали многие, и нашли их в Сибири, на месте Гипербореи. Полуостров, оказывается, это Таймыр. Вот так. Таймыр. Вот, например, вокруг, так сказать, Северного полюса, там, где Северный океан, вот там и располагалась вот эта самая Гиперборея. И вот Негтярев говорит о том, что в свое время ему показывали огромное серебряное блюдо, найденное именно поисковиками на северных просторах вдоль Аби и Енисея. Ну, не потому, что они ценные, вот эти серебряные блюда, полутораметровые, огромные такие, а вот рисунки, отлитые на них, вот это чудо, это пояс о тех людях и богах, что жили здесь 15 тысяч лет назад. Ну, и вот дальше, просто последнее, о чем хочу сказать. Он говорит, год назад Россия был с визитом министра культуры Индии. Он по-русски не говорит вообще. Но когда ему показывали Ярославль, Ростов, Великий Владимир, Суздаль, Володу, индийский министр не переставал удивляться. Они же говорят на индийском языке. Я их понимаю. Ну, это не просто фантастик, говорит он. Министр просто замкнул своим визитом круг земной. Вот таким образом. Мне это достаточно интересно. Вот. И поэтому, думаю, может быть, кому-то вот эта вот гипотеза, основанная на исследованиях, ну, в общем-то, недостаточно, конечно, исследованных еще в северных землях, особенно Карелия. Там очень много следов и наскальных, и рисунков, и так далее, и тому подобное. То есть, все это ждет еще своих исследователей. А пока вот такая вот гипотеза. Мне она нравится на этом. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok